Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. На картах не значится. Аварийный дом на Северном переулке дышит на ладан. В ожидании зимы губернатор проверил готовность коммунальных служб регионок к снегопадам. На бумаге все есть. Особое прочтение Гоголя в драмтеатре в последний раз сыграют Шинель Пальто. В Рязанском микрорайоне Шлаковый есть очень необычный дом. Если смотреть на карту, то таблички у этого строения на Северном переулке вы не найдете. Потому что это аварийное общежитие уже давно должны были переселить. Лет 15 назад. Но сегодня здесь по-прежнему живут люди, которые уже устали ждать. Разводы на потолке, ветхие двери и стены отсутствия отопления. По словам жильцов, дом номер 6 в Северном переулке признали аварийным еще в 1987 году. Постановление о расселении появилось на дверях подъезда только в 2009. Правда, новые квартиры дали не всем. И этот дом-призрак, которого уже даже нет на карте города, все еще населяют живые люди, вынужденные приспосабливаться к нечеловеческим условиям. Наш дом очень старый, почти уже половину расселили нас. Остались мы как хозяева, приватизированные. У нас тут проблема идет с канализацией, с отоплением. У нас порвало трубу отопительную. Застройщику звонили, он сказал, что у него нет денег на нас, чтобы нас расселять. Холодно здесь уже неделю. Ремонтировать за свой счет отопительную систему слишком накладно. Чтобы согреться, включают газ. Здесь он горит круглосуточно. Правда, есть риск задохнуться. Приходим греться до кухни. У меня в семье дочь многодетная, у нее четверо детей, у сына двое детей, все несовершеннолетние. У дочери старшая дочь, она взрослая уже как бы. Но суть в том, что нас обещали расселить, не расселили до 1 октября. Потом сказали, что продлили. Правда, конкретных сроков, когда оставшихся жильцов расселят, застройщик не дал. Отговорка одна – нет средств. На телефонные звонки его представители не отвечают. Видимо, ищут деньги. Тем временем, два похожих дома в Рязани уже снесли. Этот пока стоит. Получается, стоит незаконно. Тем временем, жители уже готовят коллективное письмо в прокуратуру, чтобы как-то ускорить процесс переселения. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Подготовка к предстоящим снегопадам и в целом к зиме стала сегодня одной из основных тем на правительстве. Губернатора интересовали готовность коммунальной техники, запасы противогололедных средств и организация работы на местах по уборке улиц. И, в частности, Павел Малков в эту зиму попросил особое внимание акцентировать на тротуарах. К предстоящим метелям и заморозкам коммунальные службы готовы. Ну, или почти готовы. В Рязани парк автотехники вырос до 120 единиц, еще 20 скоро выйдут из ремонта. По договоренности с одной из строительных компаний в дирекцию благоустройства дополнительно перейдут 17 механиков и 20 водителей. Это и комбинированные дорожные машины, и погрузчики, трактора, и грейдеры. На грейдерных трестепенных улицах и улицах, которые находятся в частном секторе, мы уже заключили отдельный контракт. Сейчас в течение 10 дней мы также будем заключать контракт на уборку тротуаров, на вывоз снега, в том числе и снега с остановок общественного транспорта, городских площадок. Готовы уже песко-соляная смесь, 13 тысяч всего нам надо будет заготовить, 23, но контракты у нас уже все заключены, то есть песко-соляную смесь мы готовим. По уборке дворовых территорий городские власти рассчитывают на взаимодействие с управляющими компаниями. А там, где их нет, это примерно 125 домов, городские службы будут мониторить состояние самостоятельно. Павел Малков, вспоминая прошлый год, обратил внимание на главную напасть той зимы. Виталий Евгеньевич, нам в этом году с вами надо особый упор, особое внимание обратить на тротуары, потому что в прошлом году мы с дорогами-то научились справляться, а на тротуарах была беда, помню, огромное количество негативных отзывов, которые, ну понятно, еще усугублялись тем, что погода не совсем стандартная, большое количество ледяных дождей. Но у нас нет оснований думать, что в этом году может быть не так. То же самое будут и гололеды, будет самая разная погода, поэтому на тротуары особое внимание. В целом же по области, судя по докладу профильного министра, к зиме готовы все. Цифры бодрые. 724 единицы техники, почти 100 тысяч кубометров песка, 14 тысяч тонн соли. Но это все предварительно. Впрочем, что касается региональных дорог, а их протяженность в области 4,5 тысячи километров, то здесь все вроде как учтено. На обслуживание и содержание участков этой зимой выйдут 447 единиц техники. Противогололедных материалов потребность составляет 300 тысяч тонн песко-соляной смеси. По факту в наличии 200 тысяч тонн, чуть больше 200. И хлориды потребность составляет 1600 тонн и наличие 140 тонн. Считаю, что у нас все мероприятия, согласно запланированному графику, ведутся. Первый звоночек предстоящих снегопадов был 26 октября. По словам Павла Супруна, дорожники его ждали, отработали правильно. По крайней мере, ни одного ДТП по вине дорожных служб с того времени не случилось. А самое главное, обошлось без погибших. Куда как ни в Рязани область едут сбывать липовые банкноты, московские фальшивомонетчики. А здесь их благополучно ловят с поличным. Показатели сейчас, говорят сотрудники Банка России, вполне сносные. Купюр фикций становится меньше. Монеты у жуликов тоже не в ходу. 88 фальшивок за этот год. Статистика по банкнотам. В общей куче три поддельных монеты пятирублевки. Видимо, помнят фальшивомонетчики о корнях. По сравнению с прошлым годом ситуация лучше. Тогда по рязанскому рынку курсировало около 200 поддельных купюр. Две трети фальшивок. Банкноты номиналом 5000 рублей. Двухтысячных выявлено 7 штук. Это почти в 10 раз меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Также эксперты Рязанского отделения Банка России обнаружили 20 подделок номиналом 1000 рублей и одну 500-рублевую банкноту. Кроме того, за три квартала этого года в регионе выявлена одна фальшивая купюра номиналом 100 долларов США. В Банке России рассказали, что постоянно повышают защищенность банкнот, как и их долгосрочность. А вот у фальшивых говорят наоборот. Качество низкое, долговечность тоже. И лучшее средство защиты – внимательность потребителей. Проверять купюру советуют до того, как она попадет в кошелек. При получении сомнительной банкноты или монеты нельзя пытаться расплатиться ими. Ведь так потребитель может стать соучастником сбыта фальшивки. Купюру, подлинность которой вызывает вопросы, нужно отнести на экспертизу в любой банк. По России же этих бумажных ирзатцев, естественно, больше. Суммарно 3000 с небольшим. И, как водится, две трети – это пятитысячные. Еще 500 купюр – деньги иностранных государств. Свои предпочтения аферисты отдают долларам и евро. Юани и арабские дирхамы в общей массе выглядят как экзотика. По одному экземпляру. Видимо, на них жулики пока только тренируются. Спонсор программы «День города» – выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Премьер». Иосиф Рехельгаус поставил версию спектакля «Шинель Пальто» для Рязанского театра драмы. «Шинель Пальто» успешно идет в театре «Школа современной пьесы» вот уже 6 лет. Однако для Рязанского театра народный артист России подготовил особую версию. В ее основу легла повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». 2 ноября спектакль сыграют на рязанской сцене в последний раз. Главную роль Акакия Башмачкина в московском спектакле играет известный артист Дмитрий Хоронько. Но увидеть его игру можно и в Рязани. Роль Акакия Башмачкина поочередно будут исполнять Андрей Блажилин и Дмитрий Хоронько с учетом занятости Дмитрия в спектаклях Московского театра. Дмитрию Хоронько принадлежит и аранжировка музыки легендарного Максима Дунаевского. Мелодиями композитора наполнен весь спектакль. Мне дали такой карт-бланш, мне сказали сделать что хочешь, вот и все. Это такое счастье, так редко. Это не госзаказ, знаете, сделать, чтобы понравилось. И я плескался в этой музыке. Музыка, мелодия очень хорошая у Дунаевского, хорошая. Действительно, он мне однажды сказал, Дмитрий, понимаете, все, что я делаю, это шлягер. В основу постановки легла повесть Гоголя «Шинель», стихи поэта Вадима Жука и диалоги Екатерины Кретовой. Сюжет остается неизменным. Маленький человек копил на шинель, сшил ее, был счастлив, но недолго. Райхель Гаус подчеркнул, что это не интерпретация знаменитой повести Гоголя. Это игра с классикой и музыкальная фантазия на заданную тему. Я занимаюсь в основном современной пьесой. И горжусь тем, что наши лучшие прозаики, драматурги, отдают нашему театру школу современной пьесы и мне свои новые замечательные пьесы. Там среди них есть и Акунин, и Улицкая, и Дмитрий Быков, и Шандерович, и Гришковец, которого много лет ставим только мы. Но иногда, поскольку артисты все-таки хотят играть классику, иногда мы делаем такое упражнение, такое сочинение. Берем некую русскую классику, приглашаем композитора, приглашаем поэта или драматурга и сочиняем новый спектакль. Постановка будет интересна и тем, кто помнит повесть Гоголя близко к тексту, и тем, кому только предстоит познакомиться с этим программным произведением. Могу сказать, что мы давно хотели, чтобы Иосиф Ленчер Хильгаус у нас поставил один из своих спектаклей. Это состоялось. Я думаю, уверен, что этот спектакль будет очень востребован рязанским зрителям. Казалось бы, в известной каждому со школьной скамьи истории маленького человека нет места веселью. Между тем, танцы на льду и вокальные номера выглядят в шинели пальто совершенно уместно. Говорить о спектакле можно много, но, пожалуй, стоит один раз увидеть. В Рязани будет работать выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». С момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать и приобрести дары Камчатского края. Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанцев. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка продажа «Икра и рыба Камчатская», где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Да рыба вся полезная. И свежая, и соленая. Ну, кто любит копченую, тому копченую. Мы гости Рязани. Мы приехали с Краснодарского края. Мы гости. А вообще, мы проехали бывший весь Советский Союз и служили на Дальнем Востоке. Рыбы ели им очень много. Слабосоленая чавыча, я уже брала ее. Слабосоленая. Мне понравилось, поэтому я здесь всегда беру. Холодный сезон, время вирусов и простуд. Для профилактики и лечения которых предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевание протекает у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба. Например, чавыча, которую еще называют королевским лососем. Чавыча мне нравится. Холодного, горячего копчения. В нашем возрасте икра очень полезная, потому что там очень много омега-кислот. Белорыжицу. Чавыча я всегда каждый раз приезжаю. Несколько они приезжают, я всегда постоянно беру. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Выставка икра и рыба «Камчатская» будет работать до 5 ноября включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все производителя. С 30 октября по 5 ноября. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова